Семейство Бромелиевые, Тиланция, Ананас, Бромелия и другие. С каждым днем мир становится все более открытым, расширяются горизонты. Этой ситуацией вовсю пользуются и садоводы-любители. Предпочтения отдаются экзотическим культурам. К таковым как раз относятся представители семейства Бромелиевые, ботаническое название Бромеля. Это, пожалуй, ярчайшие экзоты, доступные для комнатного разведения. Семейство Бромелиевые. В семейство Бромелиевые входят три подсемейства. Это, Питкерниевые, Питковерниэйдэй, Тиланциевые, Тиланциоидэй, Бромелиевые, Бромелиэйдэй, или Ананасовые. Как выглядит цветок Бромелия. К сведению, видов и разновидностей этой злакоцветной многолетней травы около трех тысяч. Комнатные растения из семейства Бромелиевых виды и особенности. По описанию, у Бромелии просматривается близкое родство со знакомым. Всем ананасом, вполне себе съедобным плодом. И это неспроста, так как они родственники. Флористический интерес представляют все виды культуры. Но из них наиболее востребованы криптантус, гузмания, вриезия, комнатный ананас, эхмея, неоригелия, бельбергия, акантостахис, неоригелия, недуляриум. Общие особенности всех сортов и видов. Сезонное цветение, то есть летом. Соцветием является видоизмененная верхушечная листовая. Розетка. Способность цвести только один раз. Цветонос погибает, оставляя после себя кучу деток. Для разведения используются детки, кики, и семена. Первый метод используется чаще. Обратите внимание. Цветение можно ускорить стимуляцией цветка этиленом. Его выделяют фрукты, например, яблоко. Общие сведения о семействе бромелиевые. В семействе бромелиевых есть растущие на грунте растения и эпифиты. Последние растут, цепляясь за близлежащие объекты, деревья, кусты, камни, постройки и т. д. При этом они не паразиты. Питание получают из воздуха, капли влаги, и солнечного света. Листья культуры плотные, лощенные. Развиваясь, они образуют розетку-воронку. Верхушка цветка со временем виды изменяется, за счет прицветных листьев. Из нее вырастает соцветие, кистевидное, головчатое, метельчатое или колоссовидное. Окрас кистей очень яркий, все оттенки красного и желтого. Период цветения зависит от вида и может длиться от 2-3 недель до 2-3 месяцев. Как ухаживать за этими растениями дома? Уход за домашним цветком состоит из Подкормки. В период вегетации требуется удобрять 2 раза в месяц. Подойдут комплексные удобрения для комнатных цветов. Зимой достаточно 1 раз в 1,5 месяца. Полива. Учитывая произрастание в тропиках, растения нужно увлажнять регулярно. Обрезки. Это касается отцветшего цветоноса. Пересадки. Только при необходимости. Если горшок стал мал. Важно. При посадке, пересадке следует позаботиться о дренаже. Температура, влажность, свет. Экзот нуждается в длительном световом дне не менее 12 часов. В сутки. Требуемый температурный режим, летнее время, 20-25С. В период покоя, 15-18С. Оптимальная влажность 70%. Полив проводят через подон и регулярное опрыскивание. Оптимальный грунт для бромелиевых. Основное требование к почве, рыхлость и легкость. Грунт для бромелиевых можно приобретать в магазине, а можно приготовить самостоятельно. Хороший субстрат получится с. Листовой земли, 2-го части. Перегноя и торфа, по 1-го части. Речного песка, 0,5 части. К сведению, приветствуется обогащение базовой смеси древесным углем, мхом, сухой хвоей. Тиланция растения без корней. Тиланция растения без корней. Они нужны исключительно для крепления к соседним объектам. Питание растения получает из влажного воздуха. Оно поступает сквозь трихомы, волосяные чешуйки, устилающие листовые пластины. Эпифит. Особенности ухода за атмосферными бромелиевыми. Без усилий вырастить эпифит невозможно. Нужно создавать для него особый микроклимат, постоянную влажность не ниже 75%. Горшок с грунтом им не нужен, но корни цветка должны иметь прочную опору. Это могут быть камни, древовидные домашние цветы, только влаголюбивые. Важно, не рекомендуется оставлять корни в воде. Пересадка атмосферных тиланций. Пересадка как таковая не про тиланцию без корней. Разве что нужна замена опоры, например транспортировочную кору на камень. Многообразие видов атмосферной тиланции. Видов тиланции воздушной много, но самые популярные из них, уснеевидная, тиланция гардинера, тиланция бульбоза, тиланция серебристая, тиланция голова медузы, тиланция ситниковая, тиланция фиалкоцветковая, тиланция, торчащая. Трехцветная тиланция, тиланция луизианский мох, ананас как комнатное горшечное растение. Домашний ананас, бром или ананас, это съедобный сорт культуры. С семнадцати, выращивается в зимних садах именно в этих целях. Домашний ананас, для комнатного выращивания востребованы два вида. Ананас хохлатый, ананас камасас, ананас предцветниковый, ананас брактитас. Плод довольно крупный, 30 сантиметров. Полное созревание происходит в течение полугода. У зрелого ананаса кожура желтая, мякоть светло-желтая. На вкус она сладкая с кислинкой. Ухаживать за комнатным ананасом несложно. Для получения плодов требуется пересаживать раз в два года в горшок побольше. Важно, заниматься пересадкой лучше в перчатках, чтобы не уколоться о шипы. Температурный режим, влажность и освещенность. Для экзота допустимый температурный режим от шестнадцати, семнадцати с до двадцати пяти градусов. Ананас дома в горшке следует размещать в хорошо освещаемом месте. Световой день должен быть не менее восьми часов, в сутки, допустимая влажность от шестидесяти пяти процентов. Режим полива. В период вегетации полив требуется обильный, но после полного просыхания верхнего слоя почвы. Зимой он должен быть очень редкий, не более раза в месяц. Вода для полива берется теплая и отстоянная. Желательно регулярно опрыскивать, особенно в жару, так как выращивают ананасы в теплом, влажном климате. Грунт и удобрения. Ананас хорошо растет на кислой рыхлой почве. Идеальный будет смесец. Перегноя, второго части. Дерна третьего части. Речного песка, первая часть. Торфа третьего части. Подходят любые удобрения для цветущих растений. Гузмания, гусмания, описание растения и цветок. Что такое гузмания? Бромелия гузмания, бромолия гзмания, цветок эпифитной формы. Как и остальные сородичи, корневое питание получает из воздуха. Основные отличия от них. Красочные прицветники. Они бывают красными, оранжевыми, желтыми, лиловыми. Характерная черта, после цветения растения погибает. Гузмания. Описание популярных видов гузмании, адаптированных для комнатного разведения. Для домашнего содержания стараются выбирать. Компактные разновидности гузмании. Самые востребованные из них. Гузмания язычковая, это крупный цветок с полуметровыми листьями. Розетка растения плотная. Цветонос красный или оранжевый, цветки мелкие белые. Минор, гибрид язычковой гузмании. Растение компактное, цветет с конца зимы до начала осени. Его прицветники красные, цветочки белые и немногочисленные. Гибрид темпа. От минора отличается только габаритами, он крупнее. Гибриды микс, их много, отличаются расцветкой метелок. Гузмания никарагуанская. Компактная разновидность. Розетка состоит из длинных, плотно сложенных листьев. Колоссоридное соцветие светло-красное. Цветки ярко-желтые. Гузмания канифера. Крупногабаритный цветок с высоким красно-желтым соцветием. Гузмания Данила Смита. Соцветие плотное метельчатое. Цветки ярко-желтые. Чашелистики ярко-красные. Одноколосая. Очень декоративная розетка. Составляющие ее длинные листья снизу вверх меняют оттенок от светло-салатового до зелена-желтого. Цветонос тоже меняет цвет от зеленого до красного, алого, оранжевого. Сами цветочки белые. Астара, гибрид язычковой гузмании. Гузмания Витмаки. Долго цветущий эпифит с бордовым прицветником. Триколор. Его отличает красота полосатых листьев. На зеленом фоне четкие белые и красные полосы. Цветы желтенькие, невзрачные. Особенности ухода. Гузмания предпочитает температуру от 18 градусов до 25 градусов и кружевную тень. Полив осуществляется по мере подсыхания почвы. Вода нужна отстойная, теплая. Приветствуется опрыскивание. Желательная влажность воздуха 60-85%. Грунт подходит рыхлый, легкий. Оптимальным будет смесь для орхидой. Треть объема горшка должна заполняться дренажным материалом. Подойдет керамический неглубокий горшок. В постоянных подкормок не нуждается. Обратите внимание, можно удобрять для ускорения цветения. Подойдут удобрения для орхидой. Дозировку следует уменьшать в два раза. Криптантус, уход в домашних условиях. Уход в домашних условиях за криптантусом не отличается от ухода за другими бромелиями. Для них главное – тепло и влажность. Хорошо растет внутри стеклянных вазонов. Криптантус, к сведению, вид используется для оформления флорариумов, террариумов. Описание цветка, главное отличие – разнообразие расцветок листьев. Они бывают белыми, розовыми, бордовыми, желтыми. У данного вида нет цветоноса. Верхушечные листья образуют звездочку. Требования к влажности и температурному режиму. Оптимальная температура содержания 18-25, влажность – от 70%. Бильбергия паникающая. Бильбергия паникающая – одна из немногих разновидностей, нетребовательных к освещенности. Бильбергия. Уход за растением заключается в регулярных поливах, опрыскиваниях и подкормке. Температурный режим – влажность и освещенность. Вид хорошо переносит температуру 12 градусов в любое время года. Прекрасно растет на северном подоконнике. Для поддержания нужной влажности ежедневных опрыскиваний будет достаточно. Режим полива. Следующий полив рекомендован после просыхания почвы на 1,5-3 см. Вода должна быть теплой и отстоянной. Грунт и удобрения. Подкормки должны быть полноценными в течение всего года, летом каждые две недели, зимой раз в месяц. Грунт подойдет кислый, R равно 5, грубый. Эхмея цветок, уход в домашних условиях. Эхмея полосатая, ичма фасиата, довольно популярный сорт. К сведению, каждая розетка цветет лишь единожды. Условия для выращивания дома. Это удобный для домашнего выращивания цветок. Предпочитает солнечные подоконники. Для поддержания влажности рекомендуется использовать подон с влажным керамзитом. Температурный режим, влажность и освещенность. Растение нуждается в хорошем освещении. Следует избегать прямых солнечных лучей. Оптимальная температура от 15 градусов до 26 градусов, влажность воздуха 70-75%. Режим полива. Полив требуется обильный, не допуская просыхания почвы, при этом воду лучше лить в воронку из листьев, грунт и удобрения. Подходящей будет почва смеси с песка, листового дерна, торфа в пропорции 1-2-1. Подкармливать цветок нужно два раза в месяц комплексным составом для бромелиевых. Бромелия досопата – яркий представитель семейства. От других разновидностей бромелия досопата отличается только формой цветков. Они напоминают туфельки на стебельке, из чего состоит уход, полив, подкормка, опрыскивание. Досопата – температурный режим, влажность и освещенность. Хорошо растет при температуре от 15 градусов до 25 градусов, влажности около 65%. Нужен рассеянный свет или полутень. Режим полива. Полив нужен после полного высыхания верхнего слоя почвы. Приветствуется регулярное опрыскивание. Грунт и удобрение. Подходит удобрение для цветущих растений. Грунт нужен рыхлый, грубый, кислый. Вриезия астрид – описание растения и особенности ухода. Вриезия астрид, бромелиевреса, имеет около 100 разновидностей. Все они рослые. В зависимости от сорта окрас листьев может быть разным, зеленым, полосатым, фиолетовым, багровым. К сведению, в возрасте 3-4 лет вступает в цветение. Колосок может быть однотонным и разноцветным. Растение после цветения погибает. Вриезия блестящая, вриезия блестящая, или королевская в райсорегина, сорт, который отличается блестящими длинными листьями. При высоте цветоноса в 2 метрах листья вырастают до 1 метра и длиннее. Соцветия метельчатые со светло-желтыми ароматными цветочками. Прицветники розовые, вриезия спленденс, вриезия спленденс, в райсе спленрайт, самый красивый представитель бромелиевых. Воронкообразная розетка из листьев вырастает почти до 0,8 метра. Сама листовая пластина может быть поперечно-полосатой. Края ее загнуты. Цветонос длинный, соцветия колоссовидные, крупные, ярко-красные. Желтые цветки раскрываются постепенно. Неоригелия, уход в домашних условиях. Уход за культурой в домашних условиях не обременительный. Оптимальным для нее будет рассеянный свет, влажность не ниже 60% и температура 16-25 с. Полив летом лучше проводить по розетке. Желательно поливать ежедневно, зимой реже и под корень. Удобрять можно раз в месяц. Подойдет специальный состав для бромелиевых. Неоригелия, ботаническое описание и естественные условия обитания. В естественной среде целыми плантациями произрастают в тропиках. Колумбии, Перу, Бразилии, Эквадора. Может расти без почвы и на грунте. Листья культуры широкие и длинные с зубчатой кромкой. Центральная часть розетки светлая. Перед появлением соцветия верхушечная розетка становится бордово-красной. Кисточки вырастают из листовых пазух. Виды и сорта для выращивания в домашних условиях. В комнатных условиях можно посадить такие сорта. Неоригелия каролины, нейроджелия, каролиной. Неоригелия мраморная, нейроджелия мармарата. Неоригелия мрачная, нейроджелия тристис. Неоригелия красивая, или нарядная. Нейроджелия спектабилис. Неоригелия немного цветковая, нейроджелия пассифлора. Неоригелия отпрысковая, нейроджелия сармантоса. Неоригелия пузырчатая, нейроджелия ампаласа. Неоригелия синяя, нейроджелия океанная. Неоригелия тигровая, нейроджелия тигрина. Среди обилия сортов вполне можно найти растения по душе. Презентация изученных на сегодняшний день разновидностей, представленная выше в статье, поможет с выбором.